За безопасность и качество в ответе. В Чебоксарах работает общественный контроль, который следит за ремонтом дорожного полотна в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Каждую неделю проходят публичные обсуждения с участием подрядчиков, представителей администрации и горожан, где решают текущие вопросы. На одном из обсуждений побывала и наша съемочная группа. Проехать и не попасть в яму Ринокочку – такая общая задача стояла перед автовладельцами и велосипедистами. Дорога по социалистической улице ремонта требовала давно и, наконец, дождалась. Здесь заменили полотно по программе «Безопасные и качественные дороги». Дорога была ухабистая. Сейчас, конечно, луч это же видно. Глаза же есть. Но нужно доделать кое-где. Надеюсь, доделают. А где? Что не хватает? Ну, вдоль дороги, где идут подъезды к самой основной трассе, например, на поселке. Можете пройти посмотреть, там лужи стоят. Ну, может, сюда делают они. А так ничего. Доделать работу подрядчику придется. Общественный контроль не дремлет. Еще один недочет – не заасфальтированные люки колодцев. Что касаемо колодцев, съезда, сегодня работаем, завтра будем. Я же думаю, или завтра, или послезавтра. Но это все закончено. Общественники прошлись и по другим объектам. На улице Петрова лежачий полицейский высотой с трамплин. А вот на Гагарина медленно укладывают бордюрные камни. Подрядчики обещали исправить все замечания. Народная комиссия работает уже полтора месяца. В ее составе 19 человек. Был проведен некий такой ликбез. Потому что не все из них имеют соответствующий опыт, знания и образования. Вывезли на объект, рассказали о технологиях, о применяемых материалах. Ну, в общем, чтобы уже с ними разговаривать на одном языке. И сейчас они, оперируя всеми этими терминами, очень так активно вовлечены в этот процесс. Все стадии производства работы они контролируют. Сейчас отремонтировано 5 улей. За ближайшее время к ним присоединятся еще 7. Так что тем для обсуждений будет больше. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.